Всем привет! Едем по Нижневногороду, проспект Гагарина. Кинотеатра нет. Подписчики спрашивают, плюсы и минусы жизни в Нижнем Новгороде. Хотят переехать в Нижний. Давайте накидаем плюсы и минусы. Мне кажется, это нужно узнавать сначала. Откуда человек едет с севера или откуда денежные средства, какими располагает человек. С деньгами так везде хорошо, наверное. Ну и вообще, жизненный настрой человека. Кому-то и серость в радость, а кому-то и цветные краски унылые. Поэтому тут такое дело. Кто-то пишет, что Нижний не нравится. Кто-то пишет, что любит его. Что самый лучший город в России. Всем все по-разному. Плюсов очень много. Но я думаю, что и минусы, если их искать найдешь. Все здесь есть. И парки, и институты, и школы, и садики. И все тут вроде есть. И жилье строится, и город развивается. И развлечения. И развлечений, сколько угодно. Говорю, на любой карман, наверное. Чем больше денег, тем возможностей-то у людей больше. Опять же, если человек с севера, климат здесь умеренный. Очень даже неплохо, наверное, для этого. Для переезда. Но и с северов переезжают на юга и тоже живут. Вот, смотрите, сколько берез. Березы-это аллергия. Если у кого-то аллергия, опять же, надо задуматься, куда переезжать. Также говорят, в Краснодарском крае аллергия на амброзию. Вот и думайте. Опять же, чисто по здоровью. Какой климат подходит, не подходит. Факторов очень много. Поэтому как можно кому-то что-то посоветовать? Тем более, не зная человека. Так, в основном, как все города в России, всякие есть здания. Вот и такое жилье, и вот такое, и новый, и старый. И все строится, и развивается. И дороги с дырами, и хорошие дороги. И все есть. Пятерочки, магниты, что там, я не знаю, метра, лента. Магазинов полно. Работу тоже найдете? Конечно. Если желание есть, все возможно. Вот так, смотрите, пишите. Может быть, мы что-то неправильно как-то рассуждаем. Пожалуйста, вот домики стоят. Снесли там недострой. Да, вот недострой здесь, видите, на этом месте. Недострой. Снесли. Нету? Нету недостроя. Сейчас что-нибудь построят. Метро строится. Трамвайные пути меняются. Не все быстро, конечно. Но, тем не менее, что-то делается. Кто-то видит улучшение в лучшую сторону. Кто-то видит не очень, наверное. Кто-то хочет жить в квартирах. Кто-то в своих домах. И не представляет, как можно жить в квартире. У кого-то есть и квартира, и дом. В общем, тут бесконечно можно рассуждать и рассуждать. Смотрите, сколько машин. Все, все есть в Нижногороде. И есть, когда пробки есть. И есть, когда пробок нет. И медицина. То хвалят, то не хвалят. Все от каких-то, наверное, случаев. Очень красивый центр города. Кремль. Очень интересная история Нижнего Новгорода. Опять же, две реки, слияние Океи и Волги. Тоже, красивые закаты. Природа просто обалденная. В Нижегородской области зелень. Ну и, конечно, есть свои минусы. Клещи. Или, как говорят на Алтайском крае, клещуки. И поэтому все не учесть, наверное. Кто-то тоскует по родине и, возможно, возвращается на свою родину. Кто-то ищет другие места для проживания. В любом случае, если есть возможность, нужно приехать, пожить, посмотреть, погулять. И уже что-то для себя решить. Поехали. 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 Единственное, что не очень удобно, это для людей, которые путешествуют, выезжать на М4 Дон. Приходится ехать по таким дорогам, как Рязань, да? Ну, с другой стороны, это даже как-то и романтично, интересно. Поехали, наверное, на М4 Дон, приходится ехать, где попало, там, не очень хорошим дорогам. Да. Ну, что делать? Вот и Бикетова. Пока. Пока. Пока.